Привет, мои дорогие! На связи по-прежнему Ирина Пьентонидо, американская жена. На прошлой неделе мы с мужем праздновали три года нашей совместной жизни. Я приехала сюда по виде невесты, ну, три с лишним года назад. Вот, и в прошлом своем видео я начала рассказ об английском языке и о программах английского языка, о различных школах, которые существуют в Америке, вот какие государственные программы существуют. И сегодня мне хотелось бы закончить этот рассказ о школах. Значит, как я вам говорила, вот все школы, вот государственная программа по изучению языка для иммигрантов называется English Second Language, то есть это в латинской аббревиатуре ESOL. Вы можете забить это, вот если вы находитесь уже в Америке, вы можете забить это у себя в поисковике, в гугле, добавить название своего штата или индекс, и тогда вы посмотрите, какие школы у вас есть вблизи. Кроме этого, я говорила о том, что эквивалент high school диплома это GED тест. Точно так же для иммигрантов существуют классы по GED, вы точно так же их можете найти, ближайший класс вокруг вас. Там обучение вот в GED школе, оно идет таким образом, что вы проходите один курс, сдаете тест по нему и можете начинать другой курс, то есть идти как бы по порядку. Там математика, язык, науки, то есть вы будете идти вот чередовать, и в результате всего вы получите, по-моему, там 6 нужно сдать тестов, то есть вы получите эквивалент high school диплома, и уже потом после этого можете эвалюировать свой диплом, если вы хотите, то есть если у вас есть высшее образование, которое вы получили заранее в своей стране. Так вот, возвращаясь в English Second Language School, возвращаясь к вот этой программе, она, я не знаю, как вот во всех остальных штатах, но мне кажется, что это подобное. Она, вот у нас, она имеет два направления. Это первое направление academic skills, то есть академические знания, и второе life skills. Эти направления, вот для меня, они достаточно принципиальны, имеют достаточно принципиальную разницу. И, к сожалению, вот очень сложно разобраться. Здесь имеет, наверное, смысл, когда вы идете в школу, уже договариваетесь с администратором, все-таки узнать, какого они направления. Academic school skills или life skills. В чем принципиальная разница? Уже из самого названия понятно. Life skills, это, то есть, это навыки для жизни. В этих школах, вот там, где навыки для жизни, могут преподавать, вот начнем с первого, могут преподавать любой человек, носитель речи, будь он даже учителем музыки. То есть, он должен иметь какое-то элементарное педагогическое образование, неважно какое, и он должен быть носителем речи. В этих школах вам, может быть, не ответят на вот какие-то вопросы, а вот почему тут вот точка запятой, а тут ее нету, а почему запятая тут, а в этом случае нету. Но вот в этом случае в школах life skills, в школах жизненных навыков, большее внимание уделяется именно обсуждению чего-то. Там какие-то игры, там какие-то дискуссии возникают. Допустим, вот если мы будем говорить грамматика, там тоже присутствует, но она занимает, ну, процентов 20-30 всего времени, которое вы проводите вот в этих life skills школах. И опять же, я повторяю, вы там общаетесь, у вас педагог, это носитель языка. То есть это человек, который с безупречным английским, с правильным английским. Ну, естественно, там могут быть какие-то диалекты, но это правильный английский. Правильный и английский, будем говорить, с английским, с американским акцентом. Если мы будем говорить об academic skills school, вот в этих школах, наверное, 90% времени тратится на грамматику, на грамматику, на синтаксис, то есть вот непосредственно на language. Преподавать в этой школе могут только преподаватели английского языка со степенью там мастера, да, ну, может быть, bachelor degree, я не знаю, может быть. Но при этом они могут быть откуда угодно. Из Индии, из арабских стран, из Африки, из Китая. То есть вот здесь, в этом случае, да, у них степень в изучении английского языка. И, может быть, по-английски они говорят правильно, но они по-английски говорят с акцентом. И когда вы будете постоянно это слушать, вы будете наследовать этот акцент. Это с одной стороны. И с другой стороны, вы можете очень долго учиться в этих школах, вы будете прекрасно понимать, вот где надо ставить запятые, и какое время глагола вот там написано в предложении, и почему это там написано. Но когда вы будете говорить, вы будете снова говорить с большим акцентом, с ошибками, простыми предложениями, используя очень малый объём словаря. Для чего, вот спрашивается тогда, да, для чего тогда нужны академические, Academic Skills School? Я вам объясню. Они подходят идеально для тех, кому нужно потом будет после этой школы сдавать какой-то, писать эссе, то есть сдавать экзамен по английскому языку. То есть это может быть экзамен в колледж, экзамен может быть на GD-тест заключительный, то есть любой экзамен там, где у вас требуется заполнить тест именно по английскому языку. И достаточно молодые вот ребята, у которых всё впереди, которые собираются в Америке получать образование, они это выбирают. Когда я видела вот в классе, в своём классе, например, в Academic Skills School, вот когда я увидела в своём классе достаточно престарелых людей, которым ничего не надо будет сдавать, и которые просто, вот на мой взгляд, тратят время, потому что говорить они не научатся, а грамматика им это не нужна, мне было их искренне жаль. Что ещё бы я считала вот как бы минусом? Бог с ним, с этой грамматикой, да, кому-то она нужна. Мне, к сожалению, так не повезло, потому что у меня был, с одной стороны, такой именитый преподаватель, с другой стороны, меня просто бесило, когда вот мы два часа, мы разбираем какие-то там 15 предложений, из них вот если взять чистого времени, которое мы разбирали эти 15 предложений, это было не больше 15 минут. Остальное, вот час 45, она улетала в какие-то пространные объяснения, которые подчас ничего не имели общего к тому, о чём мы говорим. Или рассказывала что-то о своей биографии, в общем, первые пару недель, первую неделю я думала, что это, ну, просто вот мы сейчас знакомимся, и потом это пройдёт. Вторую неделю я себе говорила, что я тренирую знания, этот, навыки слушания, да, listening skills, вот я их тренирую. А потом две недели я уже поняла, что я уже их тренировать не хочу, и тратить время не хочу, и что мне это очень мало, что даёт этот academic skills call, даже с таким вот именитым преподавателем, завкафедра университета, бывшая, то есть, как бы человек, который очень знает много в английском языке, я не сомневаюсь, но очень мало выхлопа было, вот как бы мне на выдачу, то, что я получала. Поэтому я эту школу благополучно оставила и стала заниматься языком самостоятельно. А вот как можно делать, что можно делать самостоятельно, и как я сама это делала, я вам расскажу в наших следующих видео. А пока, пока-пока! С вами была Рина Пентанида, и если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, а если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok